Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И наши пользователи спрашивают меня, а чем закрывать такой вопрос, как нервно-психическая устойчивость. То есть речь идет о диагностике личности, видимо, у коллег. Там не идет речь о каких-то нарушениях психических функций, как то внимание, память, мышление и так далее. Речь идет о диагностике личности. Как выявлять, чем выявлять, что использовать при оценке каких-то невротических нарушений, какие методики применять. Хорошо, сейчас мы с вами находимся на сайте лаборатории. И прежде всего я хотел бы сказать, что я в своей работе прежде всего пользуюсь в этом смысле, в этой области диагностики, именно, конечно, прежде всего, MMPI. Если у меня есть такой пациент, направляют ли ко мне пациента или еще как-то, он ко мне попадает. Соответственно, я прежде всего смотрю MMPI. По MMPI по Березину на 377 утверждений. После MMPI очень я люблю и всем рекомендую использовать такие две методики, как УНП, уровень невротизации и психопатизации. Вот здесь вот она у нас на сайте находится. И, соответственно, NPU, уровень нервно-психической устойчивости. Вот эти две методики мною очень любимы. Я каждую из них использую постоянно. Фактически с конца 90-х годов прошлого века, то есть где-то с 98-99 годов, я этими методиками активно пользуюсь. Они у нас здесь вот представлены на сайте. НПУ, уровень нервно-психической устойчивости. Методика разработана специалистами Санкт-Петербургской военно-медицинской академии и предназначена для отбора сотрудников ряды спасателей МЧС. Позволяет оценить устойчивость к стрессу серьезным стрессовым ситуациям. Методика применяется для общего ориентировочного выявления лиц с признаками нервно-психической неустойчивости, у которых в сложных стрессовых ситуациях можно увидеть те или иные нарушения, прежде всего эмоционального характера. То есть речь идет о диагностике, прежде всего, невроза, то есть нарушения эмоциональной личностной сферы при каких-то жизненных обстоятельствах. Рекомендую вам эту методику активно. Я ее сам применяю и спокойно предлагаю вам. Соответственно, в архиве с методикой, который вы скачаете с нашего сайта, находится собственно стимульный материал методики, процедура проведения писана, инструкция, ключ по стандартным бланковым, стандартный бланковый ключ и, соответственно, интерпретации. И вторая методика, о которой я говорил, это методика ОНП. Уровень невротизации и психопатизации. Прекрасная методика, абсолютно рабочая методика, тоже используется мною с конца 90-х годов прошлого века, разработана в институте имени Бехтерева, предназначена для психологической экспресс-оценки особенностей личности, характерных для пограничных нервно-психических расстройств, прежде всего невротических и патохарактерологических, в определении степени их выраженности. Отличная методика, 100% работающая методика, то есть вообще проблем с ней не возникает. Четко можно дифференцировать и выявить, значит, невротические и психопатологические проявления в структуре личности человека. Вернемся на наш сайт. Итак, MMPI запускаем торпедой, приходит такой человек, затем берем ОНП, НПУ и добиваем, как говорится, четко представляем, есть, нет, достаточно, все это неплохо выглядит. Можно использовать еще какие-то методики дополнительные, но вот это вот можно сказать триада, да, то есть MMPI, ОНП, НПУ являются первостепенными и важными, прежде всего для оценки каких-то нарушений невротического характера, сферы эмоционально-волевых каких-то изменений в личности, структуры личности и так далее. Вот о чем я хотел с вами сегодня поговорить. MMPI, НПУ и ОНП. Три методики, которые рекомендую использовать в своей работе, прежде всего, понятно, медицинским клиническим психологам. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!